Я теперь похож на настоящего истребителя зомби из какого-нибудь аниме. О, оно ещё и звуки издаёт. Дзиу, дзиу. Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зава от меня Перпятом Иллижа Александр, и мы вместе с вами продолжаем выживать в торговом центре, который заполонили зомби, в игре под названием Dead Rising Deluxe. И вот мы уже внутри, немного пытаемся разобраться, что вообще происходит, и я думаю, что дед что-то знает. Ну, дедуль. Ты же не собираешься возвращаться в торговый центр. Я бы на твоём месте не стал. Но молодёжь никогда меня не слушает. Вообще, как бы, собираюсь. У меня задание. Ладно, если всё-таки пойдёшь, возьми хотя бы эту рацию. И карту тоже не забудь. Во, дедуля, за это спасибо. О карте я буквально мечтал. Так, отлично, карта работает. Эти твари там повсюду. Будь осторожней. Хорошо, дед. Окей. А куда мне теперь идти? Точки на карте я нигде не вижу. Поэтому, Джесси? У меня нет ответов. Даже если мы поймаем и арестуем всех виновных, хлопот у меня не убавится. Посмотри вокруг. Ну, а кто виновен и в чём? Они не рассказывают, что происходит. Но ничего страшного, я съем яблоко. А пока я ел яблоко, друзья, вы могли поддержать меня с помощью лайков. Если вам, конечно, нравится эта игра и вы хотели бы видеть больше роликов по ней. Так, а что у нас тут? Эти твари там повсюду. Будь осторожней. Крыша? На крышу можно вылезти? Там же тоже был какой-то чувак. Давайте попробуем подняться. Посмотреть. И если показывают заставку, значит, это то место, куда нам и нужно было. Ладно. Ну, мужика нет. Помните, когда мы приземлились на вертолёте? Не вижу его. Ладно. Так, крыша. Опа. Джефф! Ты Джефф? Джефф! Откуда ты здесь? Чего ты носишься? Поговорим? Вы не видели мою жену Натали? Она должна быть где-то здесь. Кого ты ищешь? Могу помочь. Было бы здорово. А меня зовут Джефф Мэйер. Я Фрэнк. Журналист. Джефф Мэйер теперь с вами. Позвать выживших, пометить цель. Так, а где Джефф, твоя жена? Она где-то на крыше или надо вниз ехать на лифте? Вообще, мне говорили, что людей можно отводить А, вон она, Натали. Людей можно отводить в убежище. И за это будут давать опыт. А за фотографии тоже дают опыт. Но не очень много. Лучше выполнять миссии. Джефф! Джефф! О, слава богу, ты в порядке! Натали, никуда лучше, тебя не отпущу! Уровень повышен? Изумительно! Здоровье увеличено! Просто великолепно! Получи навык уклонения. Задайте направление движения с помощью и... Понял. Контрол. Я могу теперь кувырок делать. Идеально. Так, послушайте. Я прерву эту трогательную сцену, ладно? Здесь небезопасно, но я знаю одно место. Мы идем в комнату охраны. За мной. Так, еще уровень повышен. Так много опыта дают. Позвать выживших, пошлите. Позволяет наносить удары ногой в прыжке. Полезно, чтобы пробить себе путь через толпы зомби. А, прикольно. Я и правда могу в прыжке бить. Выглядит, конечно, странновато. Но, тем не менее... Двух спасли, друзья! Кучу опыта заработали. Выживать теперь будет проще. Вопрос только... Пролезут ли они сюда или нет? Ребят, за мной. Больше никогда в жизни не зайду ни в один торговый центр. Мне этого за глаза хватит. Все? Мы спасли... И еще раз уровень повышен. А какой уровень, интересно, максимальный тут? И как часто нам его будут повышать? Инвентарь расширен. Классно. Верхом на зомби? Этот навык позволит карабкаться по ничего не подозревающим зомби. Вы даже можете ходить прямо по головам. Нажмите пробел, зажимая клавишу или комбинацию клавиш. При приближении к зомби. Ну, зомби рядом нет, поэтому проверить я не могу. Давайте вызовем лифт. Спустимся вниз. Похоже на миникарте. Именно... И показано, что нам нужно вниз. Эй, это отец из комнаты охраны. Фрэнк, слышишь? Дай-ка расскажу, что у нас тут где, чтобы ты лучше ориентировался. По другую сторону складов будет зал райский. Там куча магазинов, рестораны, спорттовары, книги. Комплекс огромный. И надо знать, куда идти, если что. Глянь карту, там отмечены туалеты. Туалеты? 72-часовой кошмар. Нам сюда. Туалеты это, наверное, точка сохранения. Ну, я бы сохранился. Так, а вот эту штуку я бы взял. А можно как-то ее выкинуть? Не знаю. Погоди. Я научился выкидывать палку, друзья. Нужно было прицелиться и кинуть ее. Вот, теперь у меня есть только металлическая труба. А еще я бы взял еду. Банка с краской? Нет, мне нужна стальной стеллаж. Че? Им драться можно? Неплохо. Нужно будет это тоже затестить, но пока дубина меня устраивает более чем. Хотя, конечно, хотелось бы какую-нибудь пушку. Или, может быть, меч. Или бензопилу. Вот это было бы отлично. Так. Шаги. Зомби, да? Черт, я так и знал. Но это больше похоже на звук каблуков. Хотя зомби могут на каблуках, наверное, ходить. Мне кажется, ну, не очень удобно было бы. Вряд ли они смогли бы балансировать. Скорее всего, это... Это человек... Джесси. А, это ты. Знаешь, нечего подкрадываться. На Брэда напали. Я видела его на мониторе. Может, просто потянуло? Нужно помочь Брэду. Или ему конец. Ладно, хорошо. Пушку дай. Слушай, ты хромаешь из-за меня. Я помогу. Нет, ты же гражданский. Это против всех правил. Да, но их писали явно не на случай кучи зомби в торговом центре. Правда? Ну, логично. И ты умеешь стрелять? Ну да. Я же военкор. Так, когда все это закончим, мы с тобой сядем и поговорим на чистоту. Так. Архив дел. Дело 1.1. Активно. Что это значит? Что за дела? Система, альбом, блокнот, архив дел. А, это прохождение истории. Историй будет много и выживших тоже. Журнал. Понятно. Так, из пистолета я могу стрелять. А выкинуть его как-то можно будет или нет? Непонятно. Так, отправляйтесь на фудкорт, чтобы помочь Бреду. Погоди, я сперва хочу на зомби запрыгнуть. Не получается. Удар в... Прыжки получилось сделать. Как прыгать по зомби? О! Ха-ха! Надо сзади подходить, спереди не получается. Оп! Ха-ха-ха! Ну-ка, подожди, подожди. Катай меня! Погоди. Нет, 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 нет. Не бей меня. Тебе надо меня катать. Оп! Ха-ха-ха! Ладно, отдыхай. Не знаю, имеет ли смысл перебивать всех зомби, которые тут есть. Вроде они особо и не мешаются. Но, так или иначе, на них можно качаться. Не, ой, у меня дуби... Не, не сломалось. Звук такой был, будто бы она сломалась. Но все хорошо. Современное чтиво. Ну-ка, книга. Чтобы использовать свойства книги, достаточно просто носить ее. Разные книги обладают разными эффектами. Увеличивается количество очков опыта. Изучите трюки для езды на скейте или велосипеде. Лечение, предметы. А у меня какая книга? А, в инвентаре. То есть, понятно. Что за книга у меня? Хэппинингс. Что она дает? Визуальная подсказка об идеальном месте для фотосъемки. Все. Разобрались. Эээ, ну... Насколько она полезна? Не знаю. По-моему, она будет меня только отвлекать. Как мне рекомендовали, фотки я буду делать только в самые крайние... В самых крайних ситуациях. Поэтому книгу я, пожалуй, выкину. И пойдем на точку, которая нам нужна. Жаль, что можно только со спины запрыгивать. Эп. А, а! Вот это подстава была! Этого я не ожидал. Нет. Тихо. Тормози. Окей. Зомби вроде бы неповоротливые, но довольно резкие порой. Опа. Только вот балансировать я не научился пока. Залазить-то научился. А балансировать нет. Не вздумайте кусать меня. Не вздумайте этого делать. Не надо вам этого. Я ж на вас залезу. Вот об этом я и говорю. Ладно, я что-то балуюсь. Много. Просто я хочу научиться ездить на зомби. А насколько эффективен пистолет? Ну-ка. Ну, если стрелять в голову, очевидно, эффективен. Но дубина выглядит поэффективнее, да? А вообще было бы здорово все исследовать. Я вон туда хочу запрыгнуть. Отстань. Вон туда. Это похоже на место, где... Нет, я думал, это какая-то кафешка. Но знаете, там бургеры, шмургеры, вот это все можно было бы съесть. Что? Компакт-диски? Их бросать можно! Чего? А, слушай, они урон наносят. Нифига себе. Вот это внезапно. А как их все выкинуть? Пять. На пятерку выкидываются. Все. Я понял. Теперь-то я понял. На пятерку. Об этом говорилось, но я забыл. В прошлой серии. Поэтому ничего такого в этом нет. Так, давайте магазин игрушек тоже осмотрим. Сувенирная маска. А ее можно как-то одеть? Было бы здорово. Меч? Так, а еда есть? Опа, деньги. Могут пригодиться мне деньги или нет? А, ну естественно. Конечно, как же иначе? Как же иначе? Одежда? Ооо! Слушай, я теперь похож на настоящего истребителя зомби из какого-нибудь аниме. О, оно еще и звуки издает. Дзиу, дзиу. Но урона, конечно, маловато. Проще выкинуть. Все, не отвлекаемся. Дальше идем. Ёлы-палы. Во все места хочется заглянуть. Все хочется обыскать. Друзья, напишите в комментах, стоит ли нам все вот эти магазинчики проверять. Потому что внутри, может быть, с пистолетом зомби что-то интересное. Внутри, может быть, что-то интересное. Пистолет бы я... Патрона бы взял. Не сам пистолет. Я тебя не заметил, засранец. Да. Окей. Все. Не подпускаем зомби сзади. Пистолет прикольно, но не во всех ситуациях. Да вы издеваетесь. Все, я побежал дальше. Мне бы все же еду какую-то. Вот ресторан с едой. Так. Вот тут стопудово есть еда. И я бы ее съел. Так, здоровье. Пирог, смотрите. А то я что-то баловался и совсем... Что, одну единицу здоровья только? Его выпить можно? Нет? Я хотел растительное масло выпить. Оно довольно питательное. А если на нем... Блин, что я пирог кинул-то? Если я по нему пройду, я подскользнусь? Ну, я как будто быстрее начал бегать. Прикольно. Еще пирог. Хочу теперь кинуть под зомби растительное масло. Использовать? Ну, не работает. Приправа. Ее тоже можно разлить. Хлеб. Это мы едим. Прямо через маску. Все, давайте возьмем подсолнечное масло. Разольем его перед зомби. Посмотрим, что будет. Она с тележкой. Нет. Давай, иди сюда. Прости, бабусь. Блин, я не увидел, как он свалился. Давай, дружище, поднимайся. Давай, 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 давай. Ну, прямиком сюда. Ой, бедняжка. Бедненькие. Трюк. Все, 300 метров еще нужно пробежать, но сперва я бы сохранился. Сохранение у нас есть вон там. Там. И сейчас налево. Наверх. Да, туда. Хочу сохраниться. А то потеряю здоровье по глупости своей. И погибну. Сохранения тут нет. Подожди. Значит, просто за лестницей снизу. Туалет. Нужны туалеты. Значит, сохранение где-то тут. Да, 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 да. Вон туда. У входа всегда должны быть туалеты. Вот. Мужской и женский. Все, сюда-то нам и нужно. Я в мужской, если что. Сохранение. Пустая ячейка. Сохранить. Успешно. Да, класс. Все, теперь идем выполнять миссию, друзья. Хорош отвлекаться, хорош баловаться. Конечно, хочу в каждый магазин заглянуть, но вы скажете, Саня, ты вместо того, чтобы проходить игру, бегаешь по магазинам. Что это вообще такое? А ведь хочется научиться. Хочется понимать. Чего, где находится. А ну-ка. Если я возьму так. И сделаю вот так. На! Еще один. Да куда ты бьешь? Куда ты бьешь? Вот. На один удар всего лишь. Маловато. Стоп, погоди. Нам на улицу нужно. Ёлы-палы. Я не понял. Ладно, бежим в обратную сторону. Вроде бы вот так будет быстрее. А, так тут закрыто. Ёлы-палы. Вот в чем проблема. Надо просто к этому торговому центру привыкнуть. И тогда все будет великолепно получаться. Я сейчас, честно, возьму лавочку и начну стучать лавочкой по головам. Зомби. Вы же понимаете, чем это для вас кончится. Эть. Мувилэнд. Добежали. Но вряд ли это хороший вариант. Скорее всего... А через улицу можно? А, можно через улицу. Вот оно, оказывается, как. Так гораздо быстрее. Фрэнк, ты тут? Это я, Отис, уборщик. Ты вроде как журналист. Я тут посматриваю на мониторы и приметил кое-что интересное. Какой-то молодой парень вроде по залу райский. У него фотоаппарат, как у тебя. Наверное, тоже журналист. В такое время фотографировать, да вы оба свихнулись. Ну так это я и был. Сигналы о сенсациях. Это список просьб и данных о выживших. Если вы выполните условия, изложенные в материалах, прежде чем закончится время, вы можете получить очки опыта или информацию об инциденте. Используя часы и карту, вы можете ставить метки на сенсациях. При этом метки отобразятся в левой части экрана, а компас в верхней части экрана покажет направление, расстояние до них. Так, сенсация. Так я не вижу. Это вот сюда. Ну сбегаем, но как бы я не могу совсем успеть. А это бесконечно. А время тут заканчивается? Так побежали туда тогда. Одного поля ягоды это у нас тут. Нужно обратно бежать. Давай, 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 побежали. Сенсация! Кто там носится еще похожий на меня. Он еще и перемещается. 110 метров. Зомби немного, конечно, дорогу перекрыли, но это не беда. У нас есть чем им ответить. Зомби, мне нужно назад. Вы меня пропустите? Тихо, 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 тихо. Пустите. Да пустите меня назад. Все, я назад иду. Один раз все-таки укусили негодяи. Нам наверх нужно. Сенсация там. Он еще и смеется. Эй, дружище! А это ты? Ты мой кент! Ты че, ошалел? Ты разве не видишь, что я работаю? Это я работаю? Хорошая у тебя камера, но ты ведь ничего не смыслишь фотографии, верно? Ведь это по-настоящему... Кто-то есть в магазине женской одежды в зале Альфреско. Предполагаю, там прячутся двое. Это отметить. Прости, вообще-то я тоже профи. Может, не такой крутой, как ты, но... Ты хоть понимаешь смысл слова профессионал? Если ты лишен таланта, никогда не говори так про себя. И необычайные развлечения. Я Фрэнк Вест. Прости, что есть... Ладно, не буду мешать. Ладно, ладно. Хочешь, я тебе помогу? Посмотрю на твою работу и дам кое-какие советы. Ну, не стесняйся, Фрэнки. Я даже тебе попозирую. Покажи, что умеешь, а я скажу свое мнение. Классная идея, да? Порой мне кажется, что я настоящий гений. Приступим. Так, сфоткать тебя, да, нужно или что? Фотосъемка. Фотографируй и обратите внимание, что чем крупнее маркер цели, тем больше очков опыта вы получите. Кроме того, если вам удастся сфотографировать зомби или выжившего во время атаки, получения урона и других нестандартных ситуаций, маркер цели сменит цвет. А это значит, вы получите больше очков опыта. Цвет маркера цели говорит о жанре текущего снимка. Жанр, за который полагается больше всего ОП, обладает приоритетом перед остальными, которые могли бы присутствовать на снимке. Так, сначала сделай снимок, как я работаю, и демонстрирую свой талант фотографу. Ну, абы какой снимок не нужен, Фрэнки? Ты должен получить 500 очков за это фото. Теперь я продемонстрирую мою коронную позу. Получишь 700 очков за фото. Ты сумасшедшая? Супер. Сделать раз за разом один и тот же кадр, это скучно. Ладно, что скажешь, если мы сменим место? Чувак, ты сумасшедший. Ты же сумасшедший. У нас тут зомби-апокалипсис. Какие фото, какие кадры, какие позы? Ты что творишь? Ну, тебе не страшно? Мы сменим место, ну давай сменим. Какой кадр? Супер. Чем крупнее объект съемки, тем лучше кадр. Ну, ты, наверное, и сам это знаешь. Он еще драться умудряется. Он реально умудряется еще и убивать зомби. Нет, нет, нет. Ты куда-то прыгаешь под удар. Так, мы идем с тобой дальше или нет? Куда ты хотел меня отвезти? Какой кадр? Супер. Отличный кадр. Молодец. Ну, конечно. Тебе же с моделью повезло. Вроде в фокусе. И композиция ничего, кажись. Так. Да, неплохо. Ладно. А теперь вот что, Фрэнки. Но сперва взгляни на мои шедевры. Вот это мой самый трогательный снимок. Это кто с кем? Так, а это самый смешной. Ну, это забавно. Так, так. А вот самый жестокий снимок. О, нет. Зацени. Оу. Ладно. Предлагаю так, Фрэнки. Пойди и сделай снимки еще лучше, чем те, которые я тебе показал. Что скажешь? Справишься? А? Да. Фото вызов. Задание не ограничено по времени. Но у нас пара за баррикадой. Я бы их попытался спасти. Где они вообще находятся? Нужно спуститься вниз. И попробовать их спасти. А еще я не знаю, где выход. То есть мы на лифте должны уезжать отсюда? Или как? Просто приехали-то мы на лифте. Вот здесь, по-моему. Да. Мы отсюда вылезли. Сохранение. Пара. Где же наша пара? Пара-рара. Пара-рара. Парень за баррикадой. Вот они где. А, так мы туда не попадем. Здесь у нас, смотрите, друзья, перекрыт проход. Это мы должны бежать через парк к Брэду, а оттуда уже попытаться сюда попасть. Здесь решетка перекрыта мы никак. Подняться тоже не выйдет. Хорошо. Тогда бежим через парк. Подожди, показывает наверх подняться? А, это фотовызов. Пофиг на фотовызов. Пока отключим его. Пара за баррикадой находится в другом месте. Все, прорываемся через зомби, помогаем Брэду. Нафиг этого сумасшедшего фотографа. И я вообще-то тут за другим. Не сильно фотки. Все же, наверное, влияют на что-то. Но вот эту кучу зомби... Опа, бейсбольная бита. Это нам надо. Но вот эту кучу зомби я бы сфоткал. Может, дадут прям много опыта. Автофокус? Ну да, много опыта. Автофокус? Ужас. Уровень повышен. Оно того стоило. А если я сделаю еще снимок? Так это можно бесконечно опыт получать, наверное, если я буду постоянно делать снимки. Ответный пинок. Навык, используемый для освобождения от зомби. Если зомби схватил вас, многократно жмите S. Не стреляй. Не стреляй в меня! Как ты посмел вообще поднять на меня пушку? Друг, брат. Хотя не брат ты мне и не друг. Просто зомби. Мы-то хоть туда бежим? Туда. Сперва поможем Брэду, а потом уже высвободим тех чуваков из-за подне. Не очень люблю, когда заставляют что-то делать на время. Но если за это дадут много опыта, так и быть. Автофокус опять ужас, да? Опыта что-то никак. Как в прошлый раз насыпали поменьше. Там снизу было что-то написано, но я прозевал абсолютно. Погода не очень снаружи торгового центра. Какая-то желтая. Желтая. Внутри нормально, а снаружи все желтая. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зомби с ножом. Насколько эффективны ножи против зомби? Вопрос. Я бы взял. Ну слушай, что так? Что так? С одного удара я валю зомби. Но нож, по идее, быстрее, да. Ножиком гораздо быстрее. Дальность не такая, но прямо рубить получается. Отстань. Хорошо. Если бы они меня еще не хватали постоянно, вообще было бы отлично. Что? А, это тот мужик. Так чего ты в меня стреляешь? Я же друг. А, они друг против друга? Меня прислала твоя подруга. Кто? Джесси? Черт! Так, об этом поговорим позже. Ты стрелять-то умеешь? В людей не доводилось. Окей, я тебя прикрою. Советую тебе держаться в тени. Попробую к нему подобраться, понял? И что мне делать, когда подберусь? Ну, лучше всего будет его пристрелить. Но если не можешь, пусть побегает от твоих пуль и не лезь на рожон. Так, справишься? С фотокамерой привычней. Но я постараюсь. Окей. Он начнет менять магазин. Я прикрою тебя огнем. Не подведи меня. Доберись вон туда. Окей. Раз. Два. Три. Хотелось бы, друзья, снять мой шлем. Я не знаю, как это сделать, конечно. Так, добежать куда? Вон туда. Так легко. А. Все, я добежал. Я прикрою. Жди момента. Окей. Могу подниматься. Тут лестницы не вижу нигде. Надо, наверное, как-то... Вот, вскарабкаться тут можно. Отлично. И стрелка показывает. Хорошо. Как держать, репортер? Молодец. А чего мы с ним сражаемся? Рация. Женщина в ювелирном магазине в зале Альфреско. Она там уже довольно долго. Такое чувство, он до кого-то ищет. Да мне сейчас не до этого. А! Он подошел. Надо пока закончатся патроны ждать. Ну тебя в баню. О, боже. Ну тебя в баню. Мне нужно перекусить. За ним. Не дай ему уйти. Подожди. Я есть хочу. Я умираю. Тут есть еда. Кукурузу хотя бы мы съем. Да стой. Ща, 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 ща. Да он же убежал. Он уже убегает. Что за обман? Где он есть? Так, вместо чего взять? Вместо вот этого пистолета. Съем кукурузу. Все, подх... Под чили... Под это подлечился. Где он есть? Он наверху? С дороги! Наверху. Так, я слезу к нему. Раз такие пироги, где ящики? Полезу к нему. Скинул меня. Засранец. У меня одно хп осталось. Бургеры, бургеры, бургеры. Хлеб. Шикарно. Большой вкусный багет. Другой пистолет возьму. Другой пистолет. Бери быстрее. Он наверху? Так, я вижу, где он. Слежу за ним. Сейчас высунется и получит пулю в лицо. Есть! Почему он вообще на нас напал? Он же был дружелюбным. Вроде как. Ушел. Кто это вообще? Я не знаю. Почему он стрелял в людей тогда? Что ж. Спасибо. Меня зовут Брэд. Меня Санек. Фрэнк Уэст. Фоторепортер. И лучше бы ты кое-что объяснил мне, Брэд. Прости. Но сказать мне нечего. А, спасибо. Я, в общем-то, так и понял, да. Спасибо за информацию. Фрэнк. Не знаю, что сказала Джесси. Но что касается меня, наше партнерство окончено. Делай свой репортаж про зомби, а прочее. Оставь нам. Вы же... Кого-то здесь ищите. Так ведь? Деда. Нет, маску точно нужно снять, а то эмоции не видно за ней. Чёрт. А ты у нас крутой журналюга, да, Фрэнк? Отчаянный, хитрожопый, наглый папарацци, который только и делает, что лезет в чужие дела. Точно. Ну так как? Ладно, Фрэнк. Твоя взяла. Я и Джесси, агенты МВБ. И да, мы ищем человека с этого снимка. Внутренняя безопасность? Так он что же, террорист? Ну получается, что да. Опа, вторая часть дела. Есть. Уровень повышен, чуваку мы помогли. А теперь я бы сохранился, пожалуй. Нужно бежать куда-то... Куда-то туда. Атака увеличена. Хотя, куда уже увеличивать атаку? Я и так с одного удара зомби ложу. Зачем увеличивать атаку, не ясно. О, тут проход открыт. Идеально. Спасибо, Фрэнк, что расчистил дорогу. Я прохожу здесь. Странно, что персонаж у нас так долго открывает дверь. Целую минуту. Э! А где, как сохраняться? На диване? А, вот дверь, друзья. Сохранение. И пока... Да, вот так. На этом мы с вами, пожалуй, остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. И счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.